Я вас приветствую, друзья. Вот многие из вас слышали слово оптимизация. Вот вам наглядный пример, как происходит оптимизация трех маршрутов, которые объединили в одном, в таком маловместительном автобусе. Этот автобус, маршрут 105, о котором я уже неоднократно в своем канале говорил, выглядит сейчас так. Сегодня 7 сентября 2024 года. Обратите внимание, одни пенсионеры, вот там еще люди на улице стоят, сесть не могут. Вот такая вот произошла оптимизация. До губернатора дозвониться невозможно, обращения он, очевидно, не читает, а люди теперь страдают и мучаются. Даже по Алпреду было написано обращение, которое было переадресовано министру транспорта Кушнареву, который тоже, очевидно, не читает эти письма, а делает отписки, что якобы какие-то контракты не произошли, нет перевозчика и так далее. Вот так вот люди мучаются. Причем, заметьте, друзья, это люди, ветераны труда, люди, которым 75-80 даже лет, пенсионеры, которые заслужили поездку на дачу в комфортабельном автобусе. А вот на улице не могут люди просто даже сесть, понимаете? Только из-за того, что оптимизировали три маршрута. А там, где эти участки находятся, это 17-й километр, более 5 тысяч. И представьте, даже если у половины, даже если у 70-ти половины этих дачников есть личный транспорт, то остальная масса людей, получается, на свои дачи попасть просто не сможет. И этот маршрут еще включает в себя, он предназначен для людей, которые живут не святая в Мясниковского района. Так что вот такая вот ситуация с этим маршрутом. Я надеюсь, что все-таки Василий Юрьевич или его помощники покажут ему это видео, и он примет какие-то решения, либо тогда уже президента, может быть, на сайт отправить. Потому что, понимаете, уже вот доходит до чего. Дети на ступеньках сидят, инвалид с палочкой, зайти не могут. Скандалы, склоки и так далее. Вот так вот. Видите, людям на даче. Кто-то с сумками здесь, потому что урожай надо собирать. И вот они уехать не могут. Так что, уважаемый Василий Юрьевич и Кушнарев, видите, до чего вы довели оптимизацию транспорта для дачников Мясниковского района. Это все ростовчане, заметьте, едут. И вот он говорит, оставайтесь, съезжайте на такси. На такси. Вот так вот, видите, дети на ступеньках сидят. Вот такое, друзья, безобразие происходит. Это накануне выборов, как сегодня, кстати, выборы. И я не знаю, как люди будут голосовать. Иди на выборы и вот это показать. Вот именно, а все. Ну что, все сели, нет? Да, конечно. Все усели? Ага. Это ужас, что можно. Маленькие автобусы дали. Один на автобусы едет. Это ж ужас какой-то. Ага. Ну, ладно, пойду голосовать. Все жалуются, что денег нет. Не выделяют им. Что там им не выделяют? Всем выделяют им, а они все себе забирают. Было три автобуса на даче ходили, а теперь один ходит. И не святая ходит, и везде ходит. И они же делают. Ага. Вы видео снимите, чтобы слышали, как люди кричат. Все? Да, это видео будет сегодня размещено на всех каналах, включая, возможно, и федеральную. Так что, друзья, делайте выводы. Вы небольшое в домы знаете. И прокомментируйте, пожалуйста. Конечно, прокомментируем. Да кому этот автобус? И кому что здесь нужно? Потому что я тут нужна без людей. Это точно.